Приветствую вас, мои родные и любимые все, и сердцу моему дорогие христолюбчики, братцы и сестры во Христе, все люди на земле. Всех рад видеть на своем канале, в частности в этом видео. Всякого блага, добра, мира, счастья желаю вам в жизни вашей, в сердца ваши, в души ваши и в дома ваши. Сегодня у нас ролик посвящен не столько посте, хотя может он даже длинный, мне хочется сразу все, ничего не делить. Сейчас на данный момент я не считаю эту тему особо важной для себя, вот, поэтому не знаю, там что-то так от сердца расскажу, что знаю. Ну, а заглавлю я его все-таки не едение, в скобочках там, праноедение, потом пост и диета, как-нибудь так понапихаю, все, что можно в названии. Ну, давайте начнем, во-первых, с комментариев, который стал основанием для записи этого ролика. К исходу 33-34, где беседа Моисея с Богом была, и вы помните, что Моисей 40 дней не ел и не пил. И я там кратко так сказал, что мне уже это неинтересно, и не знаю, ел, не ел Моисей, надо было, не надо было, что-то такое. Я уж, вы понимаете, не помню все свои ролики, что я там говорю. И Павел Матюшенко мне написал. Здравствуй, Дима, по поводу еды. Думаю, что неправильно обесценивать то, что не знаешь. Отец моей жены вылечил псориаз на 30-дневном голодании, без еды и воды. Я вылечил много болезней переходом на сыроедение. Голод не вредит здоровью, а его возобновляет и укрепляет. Есть много людей, которые не только что 40 дней постятся, а вообще 5 месяцев, а 5 месяцев до 8 лет ничего не едят и не пьют. Рекомендую ознакомиться с вопросом, это очень интересно и полезно. Вот, например, девушка более 5 месяцев живет без еды и воды и дает ссылку на ролик. Уверен, что Иисус, Моисей и Илия именно не ели и не пили 40 дней. Желаю скорейшего выздоровления от всех твоих недугов. Спасибо за видео. За видео на здоровье. Все во благо. Надеюсь, кому-то это приносит. Ну и что же, давайте поговорим. Во-первых, я хочу Павлу сказать, чтобы он не принимал на личный счет, потому что точно так же, как он высказал свое мнение в комментарии, и я этого не запрещаю делать, я только не терплю. Во-вторых, всяких оскорблений, обид, унижений, наездов, суждений меня или других там в частности. Вот, я, во-первых, хочу сказать, что все-таки вот Павел написал, думаю, что неправильно обесценивать то, что не знаешь. Я, как уже много раз говорил, еще раз повторюсь, я не склонен считать себя невеждой во многих вопросах жизни, причем не теоретически, а практически. И я не знаю, как давно Павел меня слушает и смотрит, вот, то я сейчас кое-что тоже покажу и расскажу. Может быть, и ему станет попонятнее о моем пути жизни, о моих опытах, да, о моих теоретических знаниях пусть, да. Вот, то есть, все-таки я кое-что тоже знаю, да, и обесценивать, да, то, что не знаешь, действительно не стоит обесценивать, тут я согласен, но... То, что я знаю, я все-таки скажу, да. Так, я немножко еще прокомментирую. Отец моей жены, отец моей жены вылечил псориаз на 30-детном голодании. Ну, то есть, вот опять, отец моей жены, да. Очень важно в жизни иметь личный опыт, хотя мы ссылаемся на чужой опыт, так я согласен, да. И я имею в виду, что у всех свой разный организм, сейчас же мы коснемся медицины, мы все не будем касаться, а... И даже польза и вреда голодания как такового, я чисто вкратко скажу свое отношение, вот и все, без глубины в этот раз, по крайней мере. Вот. А то, что сам Павел тоже на сыроедение вылечил много болезней, и что... Ну, это хорошо, да. И есть много людей, которые не то, что 40 дней постятся, а вообще от 5 месяцев до 8 лет ничего не едят. Ну, вот давай на этом теперь мы остановимся. То есть, первая тема, начнем с самого пика, с горы, с высоты, это неедение. Или есть такое понимание, кто знает, загуглите, праноедение. Да можно, в принципе, что я, давайте... Праноедение... Сейчас мы прям с вами, как всегда, Википедию откроем, чтобы мы по понятиям с вами разговаривали. Чтобы не... Один одно вкладывает. Вы знаете, очень часто люди что-то выясняют и спорят, и просто разный смысл вкладывают в одни и те же слова. Давайте мы все-таки обратимся к хоть какому-то источнику, я обычно обращаюсь к Википедии. И праноедение, кто знает, это синоним, и он в Википедии забит, вот я сейчас сделал, как солнцеед. Человек, утверждающий, что способен длительное время обходиться без физической пищи и воды, или только без физической пищи. Синонимы вот праноед. Ну, прано, вот, ну, кто знает, это восточный уже термин, там, мы не будем вдаваться, что такое прано. Ну, то есть он ест прану, да, что это такое, ну, по сути, энергия, да. Бретарианец от слова брестдыхание, ну, то есть живет воздухом, да, святым духом, как говорит, сыт. Человек, которому для жизни нужен якобы только воздух. Саму философию такой образ жизни, соответственно, называют солнцеедение или праноедение. Сторонники этой философии утверждают, что поддержание деятельности организма осуществляется за счет праны, жизненной силы в индуизме. Ну, я говорю, в пране намного больше понятий, мы не будем вообще вдаваться. Или, по некоторым данным, от энергии солнечного света. Ну, кто-то в это верит, да, поэтому они там и на солнце стоят. В соответствии с Аюрведой, солнечный свет является одним из основных источников праны. То есть, не только, но тоже, да. На данный момент отсутствие вообще признанной экспериментальной и фактически доказанной, подтверждающей подобное утверждение. Вот, кстати, в Википедии, почему я и хочу на это обратить внимание, очень важные слова написаны. Не безинтересные, да. На данный момент отсутствует общепризнанной экспериментальной и фактически доказанной подтверждающей, фактически данной подтверждающей подобное утверждение. Это очень важно. Вот Павел написал, очень легко бумага, она все держит. Знаете, да. Очень легко написать, что есть люди, не едящие или пранаедящие от пяти месяцев до восьми лет. Это очень легко на бумаге написать. Таких вживую он видел, Павел. Сомневаюсь. Имею на это право. Ну, к сожалению, тут я пишу, потому что кто хочет побеседовать над тем, пожалуйста, звоните. Я в скайпе доступен. Давайте в скайпе какой-то дебат я не очень люблю. А побеседовать каждый свой, тот же сам Павел, пожалуйста, или еще кто-то. Хотите открытую беседу? Да я не спорю. Хотя, если какие-то источники ссылаться на данные, то их надо сначала мне исследовать. Вы тогда набросайте, чем вы будете апеллировать, к чему, да, обращаться в беседе. Чтобы я сначала тоже почитал и посмотрел. Можем хоть серию устроить. Мне без разницы, если это кому-то будет интересно. Начиная от того, кто будет звонить. Потому что в переписке все это, конечно, много, мы там выясним. Сейчас мы это затронем. Момент, в принципе, Павел дал ссылку. И мы ее разберем тоже. Не подробно, потому что там ролик на три часа. И дальше критика, кстати. Современная наука отвергает саму возможность подобного явления. Поскольку оно противоречит научным представлениям о причинах жизнедеятельности живых существ. Никакой организм в природе не может функционировать без регулярного поступления веществ, выполняющих для этого организма роль источника энергии и строительного материала. Исключением являются вирусы, но они используют ресурсы пораженной клетки. А в ней ее, ну то есть они по сути тоже едят, проявляется признаков... А в ней ее не проявляется признаков живых организмов. В растениях и яйца анобактерии создают органические вещества из неорганических. Главным образом воды, углекислого газа с помощью света. Однако для этого они используют хлорофилл, который в организме человека отсутствует. То есть в нескольких документальных, документированных случаях люди, исследовавшие практик СНЦЭТ, умерли от голода. Такое, да, было. Я тоже... Дальше. То есть я... Не спешите комментировать, критиковать мои тоже слова, видео. Посмотрите сначала тот же сам Павел. До конца этот ролик. Я сейчас много же буду чего говорить-то. Я говорю, ролик скорее всего не короткий получится. Кому интересно, тот посмотрит, послушает. Кому эта тема интересна. Вот что касается Википедии. Дальше. Идем прям по, в принципе, Пашиному комментарию. То есть... Так, на мониторе не очень. Павел дает ссылку. Я вам сейчас открываю. Это ролик. Он свежий. Я сначала подумал, я его смотрел. Нет. Это свежие ролики. 31.03.2019. Вот про наед Анастасии Зелевич и йок-сыроед Анар Абасов. И его канал. На его канале вот это видео. Это три часа ролик. Здесь эта Анастасия делится, так скажем, опытом с интересующимися людьми. Да. Вот. Что я хочу сказать. Я сначала прям... Тоже прям опять... Мне эта тема близка. С одной стороны. Я всем этими вещами подобными интересовался. Я прям слушаю. Прям загорелся. Опять думаю, да, как хорошо. Ну, вы знаете, все это первые эмоции. Я тоже человек. Мне все это не чуждо. Да. Я вам хочу рассказать о своем первом опыте. Я... Это еще было до покаяния. Лет, получается, уже, наверное, не знаю. 12-13 назад. И вот я услышал первый раз про этих про наедов. Или где-то что-то прочитал. Я же много чем все равно интересовался. Мы как раз после зимы брали первый объект. Строительный коттедж. Там пенсионерам каким-то с севера. Там строили домик такой небольшой. Ну, хороший. И я это вычитал. И помню, мы первый день на этом объекте, на этой стройке, там, размечаем фундамент. И я, начитавшись, решил ничего не есть. Не обедал, ничего с собой не взял. Они все в шоке. Я стал ребятам все это рассказывать. Я говорю, вот как раз май, солнышко. Я говорю, я буду солнышком питаться. Ничего есть не буду. Это был первый день моего абсолютного голодания. По-моему, я день, на следующий день я уже кушал. Или даже вечером. Я не помню, если честно. Но я помню, когда я впервые встречался, познакомился с этой темой. Это действительно имело место. Вот такое вот событие. Потом я это оставил как-то, потому что что-то без еды как-то совсем тяжко. Не стал я влюбляться в эту тему. Она мне была, видимо, так средненько интересна. Чисто эмоционально. Хотя я об этом всегда задумывался. И я хочу, опять же, показать Паше, что если он не в курсе, то на канале Христолюб, на канале Христолюб Лайв, если он все мои видео откроет, и вот так их до низу, до самого мой канал прокрутит, то он увидит, что самый первый ролик, который загружен на мой канал, Христолюб Лайв, после бесед, там, после Христолюба, который я делал, это голодание на воде 7 дней без еды, плюс выход. Мой христианский опыт дневник. Ролик на час пятьдесят. Там я, 7 дней не евший, записывал свой дневник каждый день. Перед камерой также. Ну, благо, все к этому расположено. Получилось 70 минут как раз. Час здесь. И потом полчасовой я там вывод делал, да, такой. Вот. А так 10 минут получалось каждый, я все склеил, вот получился ролик, да. То есть я тоже голодал. Перед этим голоданием, это было, получается, сколько уже? Уже два, ну, можно посмотреть по ролику, наверное. Два года назад загружено. Ну, где-то как раз вот в это время, два года назад, да. Тут по дате можно увидеть ролика. Ну, и там есть, там все даты у меня есть. Вот я, пожалуйста, решил поголодать. Да, это было не сухое голодание. Если честно, я не помню, почему я даже все-таки выбрал мокрое. Вот это так называемое, да. Вот. Я перед тем, как это начать делать, кстати, почти месяц, все равно вот им не стало, а бы как вот так. И стал все это изучать. Пересмотрел в Ютубе, наверное, все ролики, кто голодал. Не так много людей, как выяснилось. Я сейчас думал, о, сейчас забью голодание, там что-нибудь вот это, и прям вылезет, знаете, людей вот таких, как я, там, ребят кто-то, да сейчас что, смартфон все доступен, будут записывать. Нет, вы знаете, там не так много вылезло. Ну, понятно, был бы я англоязычным владел хотя бы. Уж не говоря, что можно начать с любого языка там. Ведь мир-то большой. Конечно, я русскоязычный контент выбираю, но это же тоже немаленькое количество людей. И совсем немного было роликов, начиная вот от таких, как я, которые случайно что-то, ну, интересовались, решили, даже уезжали из каких-то места, где там сейчас турбазы всякие есть, вот такие тоже. Ну, какие-то сходки там. Я одного парня смотрел, еще там одного девушку смотрел, еще, еще, еще. Стал читать. И хоть я к медицине отношусь очень тоже специфически, вот, между скепсисом и не скепсисом, да, не знаю. Я все равно и медицинскую сторону изучил. И, кстати, применил ее там. Я даже у там, кто, ну, посмотрите этот видик, особенно Павел, если интересно обо мне, да. Вот. Я вживую общался с людьми. У меня, кстати, была на канале беседа, он потом попросил удалить, там, с мужчиной из Голландии, по-моему, он созванивался. Сначала мне по Нибире кипел, потом стал меня там оскорблять по полной программе. Ну, вот, шлюхой библейской называть. И он, мы даже во время беседки созванивались, он там на каком-то 20-м дне был голоданием. Вот. Мы, по-моему, даже о посте, как раз, ролик. Я говорю, ну, потом я удалился бесед, сейчас не могу его дать, к сожалению, для просмотра. Вот. И я тогда тоже, то есть этим, единственное, о чем я, может быть, не жалею, а вот именно можно еще попробовать, это недельку вообще по ней есть, да. Вот по поводу неедения. И вот по поводу вот этих всех неедений, да, давайте как-нибудь к этому поближе. Берем вот эту нашу Анастасию. Я честно скажу. Взял я так, смотрел, смотрел. Сначала по свежаку мне такая-ка хорошо, ой, прям надо опять что-то тоже в это удариться, попробовать, вы знаете. А потом я что-то забил кое-что тоже об Анастасии. Помимо того, что, конечно, там выходили липовые разоблачения, как у нас это любят разоблачать, вышел один форум, я вот покажу вам йогов всяких вот этих. И там администратор, ну, сам, понятно, практикующий, увлекающийся этими вещами. Вот я вам хочу, я ссылки, кстати, кому надо, я могу, если запомню все в ролике, добавлю в описание. Если надо, в комментарии напишите, я тоже скину. Вот я хочу показать комментарий на форуме администратора самого форума на тему. Это он пишет, Анастасия Залевич лидер праноедской секты и мошенница вопрос. Я прочитаю вам его комментарий. Анастасия Залевич утверждала, что сухое голодание – это путь к переходу на прану. Однако многие не видели опыта сад Марги, где наглядно показано, что даже после 36-дневного сухого голодания нет никакого преображения человека в праноеда, а только лишь в скелет, обтянутый кожей на грани смерти. Зазомбированные на веру глупые люди находятся в опасности и получают позитивные результаты на один-трехдневном сухом голодании. Эти положительные сдвиги в их здоровье подкрепляют веру в праноедку Анастасию. Однако им внушается мысль о трансформации в праноеда, что рано или поздно их толкнет на сухие голодания с запредельным порогом обезвоживания, что приведет к смертям и окончательной потере здоровья. Это опасная деструктивная секта праноедов, поэтому все добрые люди должны призвать Анастасию к прямой деменстракции, своего неедения. Только это всем наглядно покажет, что Анастасия ест и пьет, ложно выдавая себя за праноедку. Все секты живут на обмане доверчивых лохов и дешевых трюках, и это не исключение. Когда я призвал Анастасию продемонстрировать свое мастерство праноедения, она сразу трусливо спряталась и забанила меня. Впрочем, также меня забанил ее подельник Анар Абасов. Берегитесь этих бесчестных людей. Секта состоит не из одной насти, там есть много подельников, которые создают видимость богини Анастасии. Все они в сговоре, и это чисто коммерческий проект, рассчитан на веру и дураков и праноедение. Духовность невозможна без правды. По сути, духовность и правдивость – это синонимы. Кто лжет – это 100% бездуховный человек, мошенник и обманщик, чернушник и темная душа. Не попадайтесь в сети тьмы, идите на свет правды и истины. Во тьме вы сгинете и потеряете и здоровье, и счастье, и жизнь. Берегите себя, добрые люди. Я не склонен, конечно, знаете, как многие осуждать других, критиковать, вот эти ролики записывать. Я, Анастасия Зелевич, ничего говорить не буду. Хотя я свои просто мысли выскажу, я вам честно скажу, я не верю не то, что Анастасия Зелевич, а это естественно истекает из того, что я просто… Сначала у меня были какие-то иллюзии тогда, я говорю, я действительно убедился, что и в теории, и на практике, что без еды жить невозможно. Я считаю, что это ложь. Этих людей не существует. Все, которые мы знаем, вот эти… Вот Павел не стал добавлять, понятно, вот такую кучу ссылок, там, видимо, наверное, он мог бы это сделать по поводу того, что есть много людей от 8, от 5 месяцев до 8 лет ничего не едящих. Я в это не верю. Имею полное право, потому что, вот как в Википедии было написано, это не доказано. Не спешите меня сейчас тоже судить на основании высказываний только лишь этого администратора. Он сам ссылается и Анастасии, и кто знает, и я его тогда, кстати, я же тогда, говорю, начал тему увлекаться, начинаешь увлекаться, все это узнаешь. Есть такой «С вами сад Марга», ну, понятно, у него есть русское имя, это русский чувак, он где он, я уже честно, это два года назад было, я сейчас буду путаться, не надо к моим словам придираться, кто он, откуда, я уже не помню. В Сибири у него там домушок какой-то хороший, я не помню, он там в проруби купался. Я просмотрел полностью его блог. Вот даже тут вставлен ролик, там что-то написано, «Сухой голод» в 27-й день. Он голодал, там что-то тоже больше, там чуть ли не помню, 50 или 60 дней. Все записывал. Причем он сел на мокром, был сколько-то там, неделю-две, потом еще на сухом, вот сколько. Вы знаете, я видел этого человека, и он сильно отличается от Анастасии. Он действительно, вот как он написал, этот администратор, что он как скелет ходил. И он, кстати, тогда не, действительно, и я это не слышал тогда в этих его роликах, в его философии, что опыты голодания, пусть даже потом сухого, приводят те к проноедению, что это лишь ступень. Никогда я не помню, чтобы он это говорил. Абсолютно. Анастасия же это утверждает. Там другую я слушал, разоблачительницу, но она так, какие-то тоже там в темных очках сидят, есть такие люди какие-то, там тоже что-то там, я какая-то тоже, милавцы какие-то, я не знаю, я не стал углубляться. Я ее там из 40 минут по минут 10 послушал. Кстати, ролик об Анастасии я прослушал часа полтора, ну, практически половину. Этого достаточно, честно, не хочу до конца слушать, уже мне это неинтересно. Вот, потому что я говорю, я считаю, не считаю себя невежда в этом вопросе. Вот как Павел написал, что я того, что не знаю, да, обесцениваю. Я разобрался с этим вопросом, достаточно. Вот, я сейчас коснусь того, в чем я сомневаюсь и действительно считаю, что не могу утверждать что-то там, по поводу пищи, питания, там, здорового, нездорового. Но насчет неедения, про наедство, я убежден, что это иллюзия. Это либо вранье, либо фейк, хайп, все что угодно. Все эти какие-то йоги, сидящие там где-то на горах Тибета, которых никто никогда не видит, и они там сидят, не мерзнут, не едят годами, я не верю. В Индии, кто смотрел, точно так же полно разоплачителей, ужасных сект, которые с людей кучу денег высасывали, больных этих йогов, это просто больные старички там есть, действительно, такие же извращенские эти секты, там, людей в сексуальное рабство, потом попадают туда, финансовое рабство, все там то же самое. Это все, вот это окутано ультом, а там же много больных, там все, действительно, много на наркотиках завязано, разной силой, вот, в этой же самой Индии, все эти йоги там сидят обкуренные, в хлам вообще, не просто там чуть-чуть, вот, я не верю в праноедение, и в неедение вообще, которое, причем, больше, действительно, вот сейчас к вопросу возвращаемся, известных трех случаев, в Писании, в Библии, да, в Писаниях, Ветхого, получается, Нового Завета, это Моисей, это Илия, и это Иисус. Если я там как-то так сказал, может быть, я никогда не говорил, что я не верю в это, ну, я, может, там что-то такое, потому что мне эта тема, немножко, тогда я как-то слишком загорелся, и, может быть, немножко у меня вот это такое, разочарование, оно может, я говорю, не помню, что я в том ролике сказанул, вот, может быть, что-то, ну, сейчас еще раз скажу, что я к этому, как раз, отношусь нормально, и я верю, что человек может, а вот не есть долго выжить, человек может, и вот я говорю, я всем рекомендую, вот тут я рекомендую, действительно, посмотреть, если вы хотите, ролик вот этого, сама, с вами сад Марга, то, что вы видите на экране, забейте, забейте, с вами сад Марга, и вы увидите, у него там целый блог, он тоже, у него канал там свой, это можно посмотреть, вы увидите, во-первых, я не знаю, что он сейчас там проповедует, но он тогда, он еле вышел тоже, там, выходил с трудом, из этого голодания, вот, все это очень непросто, вы знаете, в доказательство, как раз реального, вот, благо, у нас 21 век, вы знаете, что очень сильно еще повлияло, почему я отказался от этого, и где нет перспектив, вы знаете, почему я проповедую там, любовь, потому что в ней есть перспективы бесконечные, тебе интересно будет всегда, любовь не имеет границ, здесь есть границы, ты можешь ее достигнуть, и все, какой смысл, причем все это связано с этим телом, которое и так сдохнет, у меня всегда смысл, я всегда ищу глубокий смысл, а есть ли смысл, есть ли край, если есть край и предел, который можно достичь, мне уже неинтересно, какой смысл, как Господь говорил, не собирайте все сокровищ на земле, а на небесах, вот это то же самое, вечное и не вечное, мне нравится заниматься вечным, что всегда прибудет, зачем заниматься пустотой, и я вам приведу сейчас еще один пример, у меня на одном канале, когда-то я сам там делал, так, ну мой ролик тоже я там дам, ссылка, если надо будет, так, 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 где же он есть, а, я вам тоже, если хотите, дам ссылку на другой, вот такой вот есть ролик у меня, там когда-то я канал делал, так общего, мировоззрение называется, я там выложил ролик, сам его озвучил, потому что его не было на русском, была статья и видео, я озвучил там мой голос, вы услышите не очень хорошего качества, 10 минут ролик, с моим озвучкой, я туда озвучивал статью, то есть я не переводил даже, а просто озвучивал, по-моему, я сам и склеивал, или этот ролик был из новостей, голодание, 44 дня без еды, Дэвид Блэйн, кто знает, это известный, даже покруче я бы сказал, Дэвид Копперфилл был просто очень сильно распиарен, а вот кто знает, есть такой Дэвид Блэйн, знаете, крутой чувак, я вам скажу, кто интересный, я и на этот ролик дам ссылку, под роликом есть, в принципе, ссылка на статью, вот она, эта статья, я вам тоже ее могу показать, вот Дэвид Блэйн, реально я верю, а что верить-то, есть видео, его, кто знает, он в Голландии, вот я не знаю, вам видно, не видно, сейчас я его так приближу, он на кране, висела стеклянная колба, комната, ну вот я не знаю, видно вам, не видно, я могу еще попробовать приблизить, картинки, вон оно, и он в этой стеклянной колбе, комнате, провисел, вот действительно, 44 дня, люди в него бутербродами кидались, там где-то, я не знаю, где это место в Англии, кто живет, знает, наверное, вон там эти башни, я в Англии не был, не знаю, да, так, ну так, я ничего видеть не буду, саму статью, и вот даже статья, я помню, их много, их полно, эта информация в интернете, и видео снимали, и статьи, сколько людей его своими глазами видели, благо у нас есть видео, я говорю, там была круглосуточная охрана, многие люди сиделись, ровно там внизу, правда, ели, все эти дни смотрели, за ним были, то есть, это засвидетельный факт, общепризнанный, действительно, мы с вами читали, что в Википедии не признана не едение, действительно, про наедение вот это, да, а что можно все-таки проголодать больше 40 дней, те же самые в Библии, это пожалуйста, там цифра круглая, люди могут больше продержаться, я согласен, я вот, и казалось бы, он иллюзионист, но он так себя называет, он действительно, типа Дэвида Копперфилда, там и фокусы показывает, понятно, что они многие механически просто подстроены, там, но он и делает вещи, которые не делает никто, реально экспериментирует своим телом, он там в воде кучу времени проводит, Дэвид Блэйн, забейте тоже, я говорю, чувак нереальный, конечно, и вот он реально голодал, я реально посмотрел все о нем, тоже почитал вот это все, он реально провисел в этой капсуле, посмотрите на него, он еле двигался, он исхудал тоже, как скелет там стал, его потом точно так же оттуда вытащили, вот так на скорой, положили, откачивали, он там в больнице акклиматизировал, то есть да, это можно сделать, опыт над собой, можно поставить этот, может быть это даже принесет помощи твоему здоровью, там даже вот такое вот, до истощения голодания, я не спорю, и это возможно, больше даже 40 дней, да, пожалуйста, вот человек, ну что он переплюнул Иисуса, Моисея, Ильи, да разве в этом надо нам тягаться-то друг с другом, возможно, возможно, но он, он что потом не ел, посмотрите, он кстати разжирел, он говорил, вот я тогда был, говорит, и сейчас посмотрите, он современный, вот я опять тоже, он такой склонен, может к полноте тоже, меня очень сильно, я говорю, я не склонен считать, еще раз повторю, себя невиждно, я изучал этот вопрос, и что, получается, вот это ради этого, что ли, я должен там не есть, или это переходный этап к праноедению, нет, уж этим людям в силе воли точно не откажешь, и они бы могли не остановиться и идти дальше, что Дэвид Блэйн, хотя он иллюзианист, что вот этот уж тем более, вообще Йоха с аватхавами, наш русский вот этот, нет, это невозможно, вот, так что по поводу неедения, кстати, в этой статье написано, что, я хочу вам всего лишь одну фразу зачитать, она у вас на экране, Блэйн заявил, что его эксперимент, это попытка понять красоту через страдания, вы знаете, очень достойная, кстати, цель, вот, не знаю, что он в это вкладывал, подразумевал, вот, ну вот так вот, идем дальше, я вам сейчас накидаю разную информацию, вы поймете, кое-что я думаю тоже, поэтому неедение как таковое, извините, я говорю, и кто, и второй, у меня всегда очень важный вопрос, помимо теории есть практика, вот я там уж сам Павлову скажу, ты не ешь, ты ешь, у тебя есть кто-то, кто с тобой прям в одной постели, грубо говоря, жена, ну или в одной квартире, родители, дети, кто не ест совсем, у тебя есть реальный человек, который может был пойти, как говорится, этому научиться, вот он не ест, и ты с ним, вот так вот в одной колбе, мог бы за ним следить, и сам-то дойти его путем, есть такой человек, поэтому вот в эти я все не верю, понимаете, потому что парноеды, и как та сказала, хорошо в своем ролике, тоже единственное, что мне там из нее понравилось, она разоблачает Анастасию, стала такими чисто своими логическими замышлениями, там все это рассказывает, мне это не очень понравилось, а вот то, что она правильно сказала, где все эти парноеды, один появляется в Ютубе, там и пропадает, появляется и пропадает, или появляется, и все они отказываются, и переходят потом на малоедение, как всегда на свое, на сыроедение, да, или еще все что угодно. Ни одного праноеда, долгоиграющего, нет. Все они потом, либо вообще он может закончить, неизвестно как, со смертельным исходом, да, либо они просто от этого отходят. Да, 40-60 дней это реально. Люди попадали на необитаемые там острова, есть известные случаи, в море там, да, после кораблекрушения, известные случаи, может тоже все это загуглить, найти. Да, можно выжить, но это выживание, это не норма жизни. Так что я надеюсь, с праноедением и с неедением вопрос, для меня лично закрытый, интересно, конечно, в этой жизни питаться, ой, денег не надо, живи тогда че. А говорят, что и вон они еще не мерзнут, ничего, и как йог прад сиди, в одно, еще и мокрым покрывалом, как они там в горах Гималайи или где-нибудь там на Тибете все укрываются, где минус, там и так мороз, а он еще на мокром, на нем типа мокрое одеяло высыхает. Очень все замальчиво, очень все красиво. Рассказаны эти истории, но это все, я говорю, я не верю. Ну, а не верим мы, в смысле, в правду мы бы верили, поэтому я здесь не суждение кого-то, да, это мое личное рассуждение, это ложь. Дальше второй вопрос, идем по ступенечкам. То есть неедением, с праноедением и прочими едениями разобрались, да, всего кроме еды. Голодание, ну, голодание сухое, мокрое, я приветствую. Что оно лечебное, может быть, да. Разгрузочные дни, их так называемые, я все это приветствую. Конечно, если ты вот так и пожарался, у тебя живот лонит, конечно, надо разгрузиться, можно денек и не поесть. Два, три, четыре, пять, семь, можно. И то, вы знаете, для этого не надо ничего читать там или еще что-то. Я говорю, кто вот занимался там наукой, медициной, я вам скажу о своем опыте, я говорю, и сейчас вот к количеству еды и перейдем еще последнее к качеству. Тип как любит пост, ну, пост тоже две вещи подразумевает, количество и качество, да. Вот доразберем количество, как раз 20-20, может, на часик ролик получится, кажется, много. По поводу количества. Вот я, Кузнецов Дмитрий, во мне под 190 рост. Вес мой колебался, ну, как вот когда я покаялся, я там в деревеньке жил, я даже никогда так не весил, но узнал, что я тоже столько могу весить. От 60 и до 90. Это норма для меня. И это, кстати, вернее, я тогда еще узнал, есть какая-то формула там, и она там минимально-максимально. Вот это моя, при моем росте, моей комплекции, моих костях от 60 до 90. У меня атлетическое телосложение. У меня красивые, идеальные формы, да. Как я живу? Сколько я ем? Я других не осуждаю в личном. Я когда вас увижу, я никогда не буду говорить, что вы толстые, уродливые. Конечно, с очень близкими людьми вы можете шутить и действительно по-доброму поддергивать. Такое возможно. Людей мало знакомых. Или вот так я никогда не буду осуждать там. Но я вам скажу. Первое всегда, я даже давал и в том ролике, я давал как самый умный диетолог или там мастер похудения с черным поясом и восьмым данным. Я говорил, первое средство похудения, это жрать поменьше. Это всегда работает. И вы знаете, я когда в жизни тоже, и еще этим вопросом тоже ожирение, кое-что там, мне это хотя бы не надо было, но я кое-что изучал по вот этому ожирению, там в Америке, сейчас в России, сейчас в Китае, такие же везде. Отчего люди жирны? Все эти диабетики, которые потом сидят на инсулине, вы знаете, они сначала себя доводят до такого состояния, а потом у них диабет появляется. И я знаю, что такое диабет тоже. А то будете мне сейчас тыкать, что я не знаю. Я в курсе, что это такое. Я говорю, я в курсе, что такое голод. Откуда он появляется. Что это сахар вообще, это уровень сахара в крови, да. И вот люди, и первая, конечно, стадия, вот эта, это мы слишком много жрем. Вот я на опыте убедился, что завтрак это лишнее в жизни человека. Нас убеждали в советское время, может до этого, что надо завтракать, надо хорошо поесть. Про качество, поэтому о мясе не будем говорить, ладно. Ну да, с утра надо бегончик, сырку, там хлебушек, вот такой бутерброд, яишенку, все это йогуртом запить, пару фруктиков. Я вам скажу, что это бред. Мне очень когда-то у кого-то, где-то я вычислил, не знаю, сейчас не буду, на авторство ссылаться не важно, она истинно никому не принадлежит. Что организм, прежде чем поджарить, должен заработать это. И что древние люди как бы, да, сначала бежали за едой, а потом ее вкушали, да. Или там собирали, или еще что-то делали. И вот вы знаете, я на опыте, причем занимаюсь и физическим с того время трудом, когда я это все изучал, я вам скажу, что это действительно так. Да, с утра можно попить жидкости, воды, сока, кто хочет, какой-нибудь там, я не знаю, да возьмем даже, кто молочку, пусть молочку там, кофе, чай, все что угодно. Вода, это раз. Можно с утра, ну можно. Действительно, вот даже на практике, желудок начинает работать, переварить, ты просыпаешься, не важно что. Вот, поэтому вода, пожалуйста, и сколько угодно это вода. Стакан, два, три, сколько хочешь попей. Проснулся, жажду тебя, попей. Хочется попить. Желудок, чтобы что-то в него попало, начнет работать, начнет все, кровь, организм немножко заводится, да. Ну, при большом желании, сильном голоде, только не вот здесь, как говорят, это по телу, да, по идее. Ну, можно съесть какой-то фрукт. Что там есть? Яблоко, груша, бананчик, ну, можешь съесть. Овощ, огурчик. Хотя я вам говорю, что завтрак, это, он не нужен человеку. Достаточно начать свою жизнь питательную с обеда. Ты поработал, потрудился, мозгами, руками, неважно, и пообедать. Ты не умрешь от голода к обеду, это точно. Ты будешь с утра очень активно, если ты поешь с утра, тебе сразу поклонят в сон, тебе сразу захочется спать. Так придумал Господь, что, приняв пищицы, сразу хочется поспать. Это реально так. Живот начинает работать, беря энергию у всего остального. Желудок там. Это факт. Поэтому как раз с утра-то, жрать-то не надо. Вот я вам скажу, тоже опять побаловаюсь. Проснулся, уже что-то в рот тянул. Типа завтракую. Много лет я вот там в деревне жил. Как вообще покаялся, стал уже тогда я некоторые вещи, но там с постом связано, с христианским, вот это все, да. Я стал тоже пробовать. Я стал отказывать. Я несколько лет вообще без завтрака вот так прожил. Я, кстати, там еще перед этим голоданием, еще за год до этого, 60 дней, тоже два месяца, я вообще один раз в день не ел. Вечером ужинал. Причем достаточно неплотно, а так нормально. Ну, обычно, как я там ел кашу там, что я там варил, я там все. Поэтому обеда с ужином, вот так вот человек, причем желательно, я говорю, проживать жизнь, без всяких перекусов. Не кинуть все подряд, каждые пять минут. Даже все вот эти, я говорю, я подытожу потом, чаи там, кофе, еще что-то между вот это. Это, вы знаете, это все для удовольствия. Это не обязательно человеку. Воды там говорят, ой, там надо два литра выпивать. Да выпивай сколько тебе хочется. Надо выпивать, тебе хочется. Не хочется, ты можешь не пить. Я вообще не пью. Я лет 10 вообще воду. Мне говорят, надо чистую воду пить. Я лет 10 чистой воды не пью, вообще. Я пью только вот что-то, чай, кофе, сок какой-нибудь. А просто воду я вообще не пью. В детстве как-то пил, там эти колонки, всякие ручейки там у нас были на водохранилище, да. Дом из-под крана, я застал времена, еще жил, когда мы еще из-под крана дом пили. Удивительно, хотя это 90-е, да. Еще земля не так заражена была, что ли, не знаю. Сейчас говорят, невозможно пить. Мы реально из-под крана, просто пили воду все. И родители не запрещали. Вот. Ни у кого причем. Так что по поводу количества, вот так вот. Два раза в день питаться, это нормально. Можно один, можно два. Ну и опять же, это должно быть в твой желудок. И не так, что ты его растягиваешь, растягиваешь, потом тебе все мало, 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 и ты все больше растягиваешь. Нет, то есть надо питаться нормально. И я вам скажу, что количество, это количество раз. И в принципе, количество вот именно пищи, особенно с детства. Мы своих детей сами портим, это 100%. И потом они сами уже портятся. Количество еды должно быть столько. Я показать не могу, где я вам показать, чтобы ничего не было. Жир, это излишки пищи. Все это прекрасно знают. Все вот эти отложения, это то, что ты лишнее в себя суешь на самом деле. И как бы Господь прекрасно не устроил пищеварительную систему, выходит там какие-то то, что не нужно, действительно в самых продуктах тебе просто, или она как-то там сворачивается, скакивается. Мы раз говорим о пище, мы будем о туалете говорить, уж простите, да. И без этого тоже невозможно. И поэтому вот лишний вес, это реально говорит о твоем обжорстве. Хоть ты тресни. Меня тоже сколько только кто-то пытался меня переубедить. Я не спорю, есть какие-то может быть болезни детства, там еще что-то. Но 90% людей довели себе до этого. Начиная с детства их родители, может быть, этому поспособствовали, и пошло-поехало. И вот я вам скажу просто по себе, по опыту. Вот во мне сейчас, я там на годик уехал поработать, вы знаете, да. Во мне сейчас 85, по-моему, я мерил, что-то под 90, что ли, даже уже. И опять набрал. Причем далеко не мышечный масс. Одно дело, я занимался всю жизнь, да, тоже так, с калистеникой, есть такое слово, то есть это занятие спортом, со своим, с весом своего тела, да, турник, там, отжимания, ну, все, что можно без всяких тренажеров делать. Любые упражнения тобой придуманы, с весом твоего тела. Поэтому я вам скажу, что в принципе, количество еды, и даже вот количество их раз, приемов, два или три, это даже не важно, по сути. Хотя, я говорю, можно три, но без завтрака, я говорю, опять же, там обед, пусть лучше полудничек, и там ужин легкий, да. Можно же немножко сами эти приемы разделить. А вот количество, у вас не должно быть лишний вес. Я говорю, кто-то меня сейчас слушает, думает, ой, я вот жирный, или жирный, или толстый, или некрасивый. Я вас лично не сужу, и даже при встрече ничего вам не скажу. И даже не надо бояться, что у меня в голове сидят какие-то плохие мысли о вас. Но за себя скажу так, да. Я живу так. Я слежу за своим телом. Мне это нужно, прежде всего мне. Вот Бог мне дал такое тело, и я понимаю, что я должен вот быть таким. Я должен, кстати, нравиться сам себе. Ты не нравишься себе, ты не понравишься никому. У тебя не должно быть комплексов. Сейчас опять там припишутся мне, там нарциссизм, вся эта, ну, кому что дано, и я вот это храню. Господь, как сказал? По сути, вот этот райдемский, это образ тела, я там в своем бытие, когда читал, не раз говорил. Господь сказал, возделывай и храни. То есть хранить, возделывать, возделывай и храни. То есть улучшай даже, и сохраняй улучшенное. Улучшенное. Поэтому я, честно, я себя корю. Я вот ленюсь заниматься сейчас уже все равно. Раньше я вообще фанател, да, тоже. Это калистеник, это урник, там все. Детство, юность. Сейчас, конечно, ленюсь, вот корю себя. Вы знаете, без самоукорения в этом плане, вот именно без критики, здравой, самого себя, не надо, конечно, все комплексы разбивать. Но и ты мой хороший, да ладно, дальше иди, валяйся. Так тоже нельзя, да. Надо держать себя в этом плане в узде. Поэтому количество приемов пищи, это тоже, в принципе, пожелание. От двух до трех, но опять же, это не должно быть пять и десять, я говорю. Все люди, которые довели себя до такого, это были обжоры. Посмотрите, поинтересуйтесь этим, тоже вопрос. Я говорю, вы убедитесь в этом, а может быть и на себя посмотрите. Это обжоры, это люди, которые тянут все время все в себя. Они едят, у них 20 приемов пищи, они ужинают, подужинают, заужинают, заужинают, что-то возьмут из холодильничка, там бутербродик купят, здесь перекусят, здесь чаек, вот с такой вот тарелочкой чего-нибудь, здесь булочку, там булочку. Это сто процентов. Я интересовался этим вопросом, видел людей, наблюдать стал за этими людьми, за какими-то своими знакомыми. Он все время жалуется, что он толстый, хочет, и всю жизнь худеет, сколько я знаю, и я вижу, как он и сколько ест. Он как помело все сметает просто. Ему не важно, что с чем и как есть, просто, чтобы была еда во рту. Но он жалуется при этом. Так что, вот. Так что вот так вот. И я говорю, что мне дало, вот единственное, вот это вот там, когда я встал, я к пищи, конечно, по-другому стал относиться. Я говорю, все вот эти неедения, голодания, опыт голодания, да, у меня сухого нет, но можно попробовать недельку, я знаю, что спор. Раз на мокром тогда прожил, то есть пищи не поступало, значит, можно и на сухом. Причем, для моего организма я могу себе это позволить. Ну, можно пройти еще и такой опыт. Что он мне даст, честно, я уже не знаю. Я не увидел, я тогда на мокром просидел, я никакой пользы не увидел, честно, ни моральной, ни физической. Вот, я вообще сторонник царского пути, среднего, ни налево, ни направо не уклоняться. Золотой середины, знаете, это самый идеальный путь. Вот, но мне это дало, вы помните, вот мне Иисус всегда тоже поражал Евангелие, он всегда был спокоен. Есть еда, ну, поел. Нет еда, помните, ученики ушли, он спокойно с самарянкой беседует. Они пришли, принесли еды голодные, сами небось уже по дороге, знаете, как мы идем, рвем все, этот лаваш. Они пришли, ешь, ешь, господи, они, наверное, так долго шли уже, так и сголодались. Они говорят, поешь скорее. А он говорит, вы не знаете моей пищи. Не накинулся на эту еду. Я, знаете, раньше тоже переживал, ой, там до вечера, где-нибудь какая-нибудь работа, что-нибудь, даже не какой-нибудь катаклизм, что-то, ну, у всех у вас бывают такие случаи. Что-то случилось там, вот весь день ездить по больницам, даже поесть не удалось. И раньше я там переживал, как-то я весь день не поем, желудочек сосет, там все, сейчас я, и я тогда стал вот именно относиться к этому спокойно. Я начинаю думать, так может наоборот, денечек разгрузки-то не помешает, вот именно. Вот. Я стал к этому действительно спокойно относиться. Плюс, вы знаете, голодная смерть, наверное, самая безболезненная. Переживают с этим антихристом, шестерки, концлагеря, там, роют все пещеры, консервами на всю жизнь. Вы знаете, как мне напоминает, из этих, из ледникового периода, вот этих, помните, уток, которые три арбуза на ледниковый период все собирали. Когда я вот этих смотрел, всякие ролики, там, где они там вечно в пещеры хотят закрыться от трех шестерок и печати антихриста, мне вот этих, как они там назывались, я забыл, эти утки какие-то, помните, три арбуза, они там все хотели выжить всем стадом, все это. Ледниковый период, первая часть, мультик очень веселый. Вот это правда жизни. Вот вы что, и там это ты сказал, мамот. Вы что, хотите на этих арбузах весь период пережить? Что за бред? Дайте сейчас поедим. Вот. Вот это мне, конечно, дало, мне дало такую свободу, простоту отношений, есть, нету, можно и два дня не поесть, и три. Я говорю, будут какие-то концлагеря, да можно и 40 дней не есть, ну будешь ты как скелет. Помрешь да и тоже, какая разница-то? Мы все, играю туда, в царство небесное рвемся и боимся смерти. Голодная смерть, кстати, вот именно, она без, ты уже настолько у тебя все, я вот тогда голодал, у тебя такая вот, это уже апатия, а мем, тебе просто закроешь глаза и так, со святыми упокой, знаете, как говорят, прям блаженной смертью умрешь, потому что ни боли, ни мучений, ни страданий, ничего. Вот, поэтому в этом плане, то есть опять же, паники, то есть не должно быть, я и говорю, ты куда попадешь, какой-нибудь случай, катастрофа, необитаемый остров, то есть нечего паниковать, ты проживешь, я знаю, 5-10, вот им, я верю, что можно, не есть сколько, но потом-то все равно, конечно, ты просто умрешь, 40-50, конечно, это и Анастасия, я не верю, я не осуждаю, если она там аферничает, пусть что хочет, делает, я не верю, и другим не советую, я говорю, советую изучить реальные опыты, вот людей, как вот там в Википедии было написано, что нет таких людей, имел в виду, которые оппозиционируют себя с праноедами, это доказавшими, а вот люди, которые голодали, да, есть такие, до Дэвида Блейна есть еще в советское время, там один человек тоже, там есть прям фотографии старые, все это задокументировано, это просто было долгодлительное голодание, да, это возможно, вот, так что по поводу с вами количества поговорили, уже конкретно количество раз в день, это тоже не суть важная, но их не должно быть больше трех, образно говоря, количество пищи в общий прием за весь день, должно быть столько, чтобы вы выглядели нормально, у вас не должно быть лишнего веса, лишний вес это признак обжорства, все, что тут, тут простой признак, но если у вас в Википедии каких-то супер там болячек нет, это именно обжорство, и какие-то, плюс, чтобы тело выглядело, нужно занятие, чтобы мышцы просто были крепкие, не важно где, на руках, на ногах, спина, живот, грудь, шея, для этого обычно люди занимаются, ну или хотя бы, ведут хоть какой-то активный образ жизни, нужно ходить, по возможности побольше, все вот это, а то мы все за машины поносили, мы шагу ступить не можем, у нас от машины, от киоска, мы уже скоро в туалет будем на машине ездить, мы себя по квороте, вот эти все честно, вот велосипед еще ничего, все вот эти самокаты, я смотрю, вот эти такие, ездят, сабвей, вот эти какие-то, все, что-то электрическое, я все думаю, блин, мы когда-нибудь ходить будем, и все, скоро вот, одна голова, правда, останется на киборге, и все, да какой бог тебе дал, прекрасное тело, оно ходит, бегает, прыгает, руки, ноги двигаются, радуйся, живи, и, потом будет другое тело, что заморачиваться на все эти, помощники-то, так скажем, да радуйся, что ходить может, многие люди ходить-то не могут, вот, ну и по поводу качества пищи, давайте поговорим, я еще раз теперь покажу, у меня на канале, христалюк-то есть, плейлисты по темам, есть разделы, вот прям пост, самый первый пост, постоянство в любви, я его, правда, назвал, вегетарианство, веганство, вот, там я говорил, для меня пост, тут много роликов, достаточно роликов, вот, кому интересно, ссылка тоже, ну найдете на христалюбе, несколько роликов я добавил, но они не закачаны, они с других сайтов, может они когда-то заблокируются, там о вегетарианстве немножко я добавил, три ролика, так в основном все мои ролики, беседы там, вот с Викой есть, по описанию я вот там показывал, для меня пост это постоянство в любви, я всегда говорил, поэтому прежде всего, что я точно, конечно, проповедую, отчаяния отрекаясь, что сам исповедую, как сам живу, это вегетарианство, потому что вегетарианство, убийство животных, это, это мягко, скажем, нехорошо, это плохо, это не любовь, это кровожадность, это кровь, это смерть, это насилие, это слезы, это страдание, это боль, вот, убить с утра курить, все, поешь курочки с утра, я говорю, ты сначала пойди ее убей, что-то ребеночку, выпадите, выйдите в огород, из своего не имеете, к соседям съездите, убейте ее, ощипите, понюхайте всю эту вонь, кто нюхал, отпарьте ее, сдерите шкуру, вот это все, зажарьте, обожгите, какая вонища, когда ее опаляют, как вот эти жертвы, приятное благоухание, Господу, обожгите ее, вот это все, и потом зажарьте, с ребеночком вместе это сделайте, и потом положите ему это на стол, коровку пойдите, убейте, свинюшку, да, даже рыбу, я сам, я говорю, дают в гостях, я всем рассказывал, пост, любовь выше поста даже, вот, когда приходят где-то есть в каких-то столовых, там почти ничего не найдешь, вегетарианского, даже, я вот люблю там и винегрет, я жил там, и винегрет пихают, но там вот такие ломочки, я говорю, я не фарисей, я выковыриваю, что я там буду выковыривать, на людях все это, я, конечно, уже съем, но сам я ничего такого не покупаю, не покупаю, не накладываю, в принципе, если это застолье какие-то, где я могу выбрать, действительно, есть все-таки какие-нибудь там, салаты нормальные, летние там, все, что могу, если там действительно полно выбора еды, и как всегда, с виду-то это даже никто не говорит, что это вегетарианство, просто даже люди не понимают, что там действительно нет ничего такого, и это можно поесть, вот, поэтому, конечно же, прежде всего, пост или качество пищи, вот это теперь, это, 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 еда, без мяса, без желательно, даже без рыбы, всего это, все эти, вот, это однозначно, и именно принципы, это не экология, там, каких только сейчас нет, есть же вегетарианство по-разному критериям, для меня это любовь к животным, вот, убивать их нельзя, вот, неважно, какой уровень осознанности имеет их не души, в нормальной душе, человек и живет, что убийства, страдания, боль, ни одна корова не хочет быть зарезанной, посмотрите все эти фильмы, тут нету, фильмов, в котором есть вконтакте, хотите, найдите, там, земля, кто знает, земляне, там, жуть, мы только не видим, как все это происходит, вот, так что, вот так вот, по поводу веганства, дальше спускаемся с небес, мы с вами с небес начали, с небес на землю спускаемся, от неедения, вот, по поводу веганства, в принципе, я, конечно, склонен, и людей, которые веганят, я тоже уважаю, с большой любовью к их, вот, отношусь к подвигу, да, для меня, я не знаю, я веганил, я даже, вот, именно молочные не ел, ну, по поводу, что, знаете, вот, когда называют продукты животного происхождения, и как-то говорят, это с пренебрежением, или что, вот, тоже, что их там эксплуатируют, вы знаете, многих своим, кто имеет хозяйство, и я, возможно, верю, сам я не могу, прямо засвидетельствовать, что в каких-то крупных хозяйствах, но люди с любовью относятся к животным, к коровам, там, вот, в нормальных домах корова, это часть семьи, это всегда так было, то есть, у людей вот таких любвеобильных, и они действительно, в смысле, держат корову, ее, может, и в старости убивают, когда она уже с ног валится, а может, и сама действительно умирает, многие сами умирают, я знаю, их потом просто так же хоронят, потому что мертвичину-то не едят, если она сдохла, ну, вот, и нормально относится, и лелеют, и ходят, и свою коровку, и поэтому вот это молоко, которое из нее получает, а дальше все остальное, сыр, масло, йогурт, и сметаны, да, и прочие вещи, я отношусь к этому, как бы, не знаю как, я по-разному менял там тоже свои мысли, и так, и так, я отношусь к этому, как к радости жизни стал как-то относиться, потому что это разнообразие, я, наверное, стал вот так к этому относиться, потому что польза или вред, я сам говорил это у других, может, читал, да, что как бы, в принципе, тебе же отрывают от груди матери, ты же потом не ешь ее молоко, ведь животное молоко, это тоже молоко матери для этого теленочка, а ты его зачем ты ешь, оно тебе что-то предназначено, нет, вот, это многие тоже так проповедуют, говорят, я как бы согласен, я единственное с чем соглашусь, что веганство это как тоже норма, без этого спокойно живешь, а вред или польза, я не знаю, алкаши живут, бывает, человек пьет вот до 100 лет, он бухает, ничего не жрет, вот таких полно, понимаете, казалось бы, и курит, и все, и до 100 лет доживают дедушки такие, и бабушки такие, вся злобная, вся в психах, ведьма настоящая, живет 100 лет, помереть не может, все уже мечтают, когда же она и сдохнет, вот, вред молока, я не знаю, есть тоже вот кальций, там одни, что нужен кальций, там еще что, а другие говорят, что наоборот, молоко не растворяется, вот это животное в человеческом организме, что он только вымывает твой кальций, как-то там, я, если честно, никто мне этого доказать, показать не сможет, в науку, в медицину, я могу только верить, я не видел ни витаминов, никогда их не увижу, я их могу видеть только на бумажке ученых, под микроскопом, в каких-то лабораториях, и то неизвестно, что я вижу, это они назвали, что-то как-то там, да, вот, поэтому к молочным продуктам, если честно, а как животных эксплуатируют, тут ты не можешь знать, ну, пожалуйста, живешь в деревне, ты знаешь, как к бабушке относятся, а может, это вообще твоя там корова, или там детсоседская, или ты на ферме, сам на этой работаешь, или знаешь, какое там отношение, какой хороший человек ее открыл, там эту ферму, людей набрал, все там хорошо, и животные там выгоняют их и на пастбище, все эти коровки там пасутся, все нормально, никто их там не избивает, ничего там, ни целыми днями, ни в столе, ни высасывает их так, что они там от боли кричат, вот, тут уже, конечно, дело, не знаю, как это, ну, как вот выбрать, ну, ты живешь в городе, в магазине, сейчас, как говорят, одна химия, там натурального ничего нет, тем более, вот, вот этот йогурт, я там покупать сейчас стал опять, там есть-то это молоко-то, два грамма сухого порошка, и все остальное, непонятно из чего, ну, вкусно, радость, жизнь доставляет, вроде как еда, наверняка, уходит какая-то польза там есть, уж, наверное, человеческий организм все-таки, может, из всего пользы, у Господь так придумал, себе получать, вот, поэтому к молочному и к веганству я отношусь с уважением, что человек это делает, может быть, как-то себя воздерживает, но и не могу сказать, что он что-то великое в моих глазах делает, я отношусь, я говорю, я к молочным продуктам и к продуктам животного происхождения, те же самые яйца, вы знаете, как я к абортам-то отношусь, и к зачатому ребенку, человекам, я не пойму до сих пор, и не могу утверждать, что там, кто там, а уж яйцо, вы знаете, я не верю, что это убитое животное даже, где белок и желток, то, что ты у него курица отнял, я тоже, ну, честно скажу, она не страдает, я у животных, и в животном мире видел такое, после чего, у меня потом, знаете, вообще переменилось отношение, как они относятся, они, они, конечно, жалеют, у них тоже есть жалость, слезы, это видно, как мать страдает, когда ребенка, но курице, отнятой яйцой, я думаю, она не страдает, мое сердце так думает, они столько в день делают, сколько курицы, яйцо в день сносят, куда ей делать-то, вот, ну, понятно, можно от петуха изолировать, зачем их тогда заводить, да, вот, сам я хозяйствую, и вы знаете, вот как я по принципу говорю вам, что если ты не можешь убить, тогда и не ешь, убиваешь, можешь есть, но только ты убийца, пойми это, наконец-то, признай сам себе, и другим не надо, говорить, что ты не такой, что ты платишь за убийство, да, в магазине, тому же самому палачу, который убивает эту курицу, их бы не содержали эти, если бы ты это не покупал бы, вот, и то, что от твоего, как ты, голос, единицы, тиши, комариновый писк, как говорил один философ, да, ну, нет, надо с себя начинать, сегодня ты, завтра другой, вот, я про веганца, знаете, еще что скажу, что, как бы, я же сам бы, я вот сам в деревне был, я не хочу хозяйства, вот, животных, там, ни молоко, ни кури, ни яиц, куриц, я не буду держать, это животин, и за ней надо ухаживать, то он огород даже, ты бросил, уехал, и ладно, он и без тебя, кстати, может вырасти, это сколько уезжал, в больницу попадал, я помню, помните, там я жил, две недели проходил, и все хорошо приезжал, огород можно бросить, а вот животину не бросишь, домашнюю, то есть, и плюс, я говорю, для меня это суета, суета и напряги, и с другой стороны, можно сказать, вот ты же сам бы не выращивал бы, но ты это употребляешь, пусть и в магазине, но с другой стороны, я говорю, у нас же есть гости, у нас есть друзья, да, вот два дома в деревне, но я не выращиваю, а они им нравятся, зато у меня есть, зато у меня другой, я много там, что выращивал, есть и виноград, и то, и все, а вот жил бы здесь, как я сейчас в Сочи нахожусь, тут и орешки там, и еще что-то можно выращивать, еще больше изобилия всего, да, мы можем, как раньше, это всегда было в древности, можно и пчел держать, мед, вот к меду, это продукт животного происхождения, до сих пор спорят, они же вроде не делают, но они его собирают, я к меду, так, у меня друг пасечник, очень хороший, знакомый, я к нему, так скажем, равнодушен, есть он, могу поесть, фанатеть тоже, от его супер целебных, там, свойств, сам мне этот друг пасечник, все это так раздули, надо жареолом, окружить мифом, что это прям божественный, божественный продукт, и все, у нас и о гречке говорят, и о чечевице, что это пища богов, ну, говорить-то можно все, что угодно, как это доказать, или проверить, может каждый, объективно, все же это субъективные вещи, вот, поэтому, веганство, я не знаю, вегетарианство, да, это однозначно, это любовь, поэтому это да, веганство, это радость жизни, как оно действует на организме, никто никогда не докажет, я могу верить и в ту, и в другую теорию, есть ученые и той, и с одной, и по другую сторону, и исследования, есть, практически опыт делится, и такие, и такие люди, кому это вредно, и кому полезно, кто многие знает, есть просто непереносимость, лактозы, или чего там, в этом, в молоке-то, вот это, белый хлеб, или что там, мучной, вот это есть тоже, непереносимость, клетчатки, или что там, клейковины какой-то, вот, тут личный опыт, вот и все, а я, вы знаете, на всю жизнь смотрю через призму, трех сущностей, божественных, неизменных, это любовь, свобода и бессмертие, вот, если бы я знал, что сосед там, ради меня долбит эту корову, там, я бы у него, конечно, никогда бы не купил, она ему не нужна, я, он, другие все бы перестали покупать, он бы от нее избавился, да и все, в хорошие руки бы кто-нибудь отдал, вот так бы проучить этого человека, и сделать доброе дело, и вырвать эту корову из его лап, чтобы он на этом бизнес не делал, мучая животное, да, а если я знаю, что там все нормально, ну, или пусть даже, вот как скажем, не знаю, да, ну, то, что мясо в магазине, как же, я всегда говорю, что это проплата палачам, как раз, ты знаешь, что ее убили, и как ее убивали, и все это понятно, а молоко, ну, как я говорю, тем более в современном, каком-то там, я говорю, йогурте, в котором непонятно, сколько это вообще молока, вот, ну, и думаю, что как бы нет, все-таки, я думаю, что нормально относится в большинстве хозяйств, вот, так что вот так вот, дальше уже куда еще, все по качеству, все остальное ешь, пей, в свое удовольствие, в свое, другим доставляй, это радость жизни, разнообразие, ну, опять же, если уж еще по ты должен, конец, я не знаю, я не верю, ни витамины, какие там пользы, вред, это настолько все, сколько тоже может там перечитывать, это все, ну, сейчас рацион составлен любому северному человеку, там и манго надо, кусочек, только апельсина, посмотрите всякое в интернете, вот так вот, но откуда, вот я с Воронежской области, откуда у меня манго, я тоже как-то читал, и мне нравится эта теория, что где ты живешь, тем должен питаться, в принципе, это, знаете, как растение, где оно посажено, это твое, но откуда у меня в Воронеже манго, оно что, на деревьях растет, нет, даже все эти бананы, правда, они мне нужны, вряд ли, витамин С в апельсине, в капусте ровно столько же витамина С, те же самые ученые говорят, капусту я очень люблю, ем постоянно и свежую, ну, при возможности, вот сейчас не ем, потому что неохота там заморачиваться, тут я на отдыхе, что-то там, а так и свежую, и кислую, любую, вот, сам Квасил, кто знает, в деревне, люблю, да и не в деревне, в домах, везде, где живу, в частном доме, в квартире, я даже сам, что я накрошу, там ее несколько рецептов у меня есть, вот, так что вот так вот, ну, вроде бы все, что хотел, сказал-то, начиная от неедения, кончая этим, всем приятного аппетита, ну, я свои мыслими поделился, надеюсь, вам они в жизни какую-то, может быть, кому-то пользу принесут, кто-то, что-то наоборот, фанател, кто-то, главное, не вредить своему здоровью, вот так, по опыту, внешнему, не супер, там, обследования какие-то, да, действительно, как вы сами чувствуете, отчего вам лучше, хуже, что-то поближе к природе, я говорю, вот эта теория, что есть надо то, где ты растешь, в какой области, вот это вот и потреблять, это значит твои продукты, это вот хорошие мысли, я говорю, есть немного, есть недосы, вот это все, я говорю, не обжираться, следить за своим весом, держать мышцы в тонусе, да, это вот все важно, в жизни, вот так вот, ну а во все вот эти иллюзии, там нет никакого, Господь не призывал нас к этому, будьте совершенны, как отец ваш совершенен, внеедении, да, нет, вы помните, Господь даже по воскресенье, помните, ему дали, он ел, здесь нет никакого, поэтому цели великой, ничего великого, пытаться там не есть, все это, будем мы с вами еще, если надо не есть, и то и в раю ели, и потом будем, это радость жизни, так вот к этому надо, относиться, к своей, как к радости, другим, когда ты даришь, это здорово, вот, ну ладно, все уже и так затянул, давайте прощаться, пишите свои мысли, размышления, тоже свои опыты, может быть, делитесь комментарии, буду рад, почитать, посмотреть, все, всем пока, всех люблю, целую, обнимаю, ставьте ваши жирные, божественные лайки, кому нравится, отрадно, назидательно, полезно, мое служение, все, всех обнимаю, целую, пока, пока, все, 全部, все,